Здравствуйте, уважаемые студенты! Меня зовут Ильдар Ибрагимов, и я решил снять для вас видеоурок. Данный урок поможет вам выполнить контрольную работу по геологии нефти и газа на тему изучения геологического строения залежей нефти. Должен вас предупредить, что успех будет иметь тот, у кого развито пространственное трехмерное воображение. Для тех эта контрольная работа покажется довольно-таки простой. Но тем не менее у нее есть определенные сложности и требуется глубокое понимание. Что касается технических вопросов, я рекомендую убавить стереозвук на колонках до минимума, для того, чтобы качество звука было наилучшим. Итак, контрольная работа по геологии нефти и газа на тему изучения геологического строения залежей нефти выглядит следующим образом. Сперва у нас титульный лист. Далее, пояснительная записка, выполненная от руки. Я запрещаю студентам набирать на компьютере. Все должно быть оформлено вручную. Дальше. Список графических приложений. Таблица исходных и расчетных параметров. Схема расположения скважин. Структурная карта кровли пласта. Структурная карта подошвы пласта. Карта общей толщины, либо карта изопахит ее еще называют. Карта ВНК. Карта эффективной нефинансовичной толщины. Вот так выглядит контрольная работа по геологии нефти и газа. Вы, значит, выполнив ее, подшиваете в папку и сдаете преподавателю на проверку. При защите данной работы необходимо знать работу, суметь ответить на любой вопрос, связанный с выполнением данной работы. И так, кое-какая вводная информация по теме данной контрольной работы. Итак, большинство залежей нефтегаза, друзья, приурочено к антиклинальным складкам. Схематично их можно показать вот таким вот образом. Вот у нас антиклинальная складка. То есть мы смотрим земную кору в разрезе, осадочный чехол в разрезе, вертикальным сечением. Большинство нефтяных месторождений имеют вот такое вот строение. То есть приурочено к антиклинальным складкам, которые представляют собой ловушку для нефти и газа. Ловушкой залеж данной структуры является потому, что, во-первых, она подстилается. Должна подстилаться пластом-покрышкой. То есть таким породами, которые предотвращают вертикальную миграцию углеводородов. Здесь у нас скапливается нефть. Это у нас в пласте-коллекторе скапливается нефть в ловушке. И данная залеж нефти может подпираться либо краевой, либо подошвенной водой в случае массивной залежи. Итак, какие условия необходимы еще раз для существования залежа нефти? Во-первых, наличие пласта-коллектора, породы, которые способны вмещать в себя углеводороды и отдавать их при разработке. И пласта-покрышки, которые предотвращают дальнейшую вертикальную миграцию. Ну и, конечно же, наличие самой нефти, которая случайным образом в процессе природных миграций углеводородов попала именно в эту ловушку. При изучении, при разработке нефтиных месторождений и залежей, в первую очередь изучают строение залежи. Наша контрольная работа так и называется – изучение геологического строения залежи нефти. То есть, перед тем, как мы разрабатываем месторожение, мы должны четко представлять форму данного геологического объекта, эксплуатационного объекта данного геологического тела. Так вот, в данном простом случае у нас залеж нефти ограничено тремя поверхностями. Вот эта поверхность, верхняя граница, называется поверхностью кровли. Поверхность кровли. Нижняя поверхность, ограничивая залеж снизу, называется поверхностью подошвы. Подошва. Также залеж нефти у нас ограничено так называемой поверхностью ВНК – водонефтяной контакт. Вот он у нас. В данном случае, друзья, представьте себе ситуацию, что мы в какой-либо залеже пробурили сетку разведочных скважин. Какие-то скважины у нас попали даже в водяную зону, некоторые скважины в нефтяную зону, некоторые скважины в водонефтяную зону. Вот, к примеру, у нас 4 скважины в данном разрезе. У нас, конечно же, рельеф местности не ровный, и поэтому мы пользуемся абсолютными отметками. Здесь, значит, мы проводим уровень моря для того, чтобы в дальнейшем опираться на абсолютные отметки. Итак, в процессе, когда мы исследуем залеж, мы бурим сетку разведочных скважин. И пробуривая каждую скважину, мы проводим комплекс геофизических исследований скважин, как в процессе бурения, так и после завершения строительства скважины. Так вот, вот эти геофизические исследования скважин предусматривают измерение определенного параметра вдоль ствола скважины. И получаются серии каратажных диаграмм. Вот я вот покажу пример. Вот, к примеру, какая-то одна диаграмма показала нам пласт. То есть, инженеры геофизики в процессе интерпретации каратажных диаграмм, вот этих кривых, могут определить глубину кровли и глубину подошвы того или иного продуктивного пласта в той или иной скважине. Итак, здесь у нас глубиной кровли мы называем расстояние от устья скважины до определенной отметки, перевороченной к кровле пласта. А глубина подошвы – это как раз расстояние от устья скважины до подошвы пласта именно в этой конкретной скважине. Вот, к примеру, глубина кровли в соседней скважине уже будет иной, поскольку пласт гипсометрически находится на другой отметке, на другой высоте. А глубина подошвы тоже будет отличаться. Пользоваться глубиной кровли и глубиной подошвы крайне неудобно, поскольку у нас, скажем, пусть высота устьев скважин, этих двух скважин над уровнем моря совпадает, а вот у третьей скважины, например, может быть альтитуда выше. И поэтому опираться на глубину крайне неудобно. Поэтому мы пользуемся не глубиной при расчетах, при выполнении построения структурных и геологических карт, а пользуемся абсолютной отметкой. Итак, у нас есть уровень моря, который мы считаем за нулевую поверхность. Дальше мы проводим шкалу абсолютных отметок. Шкала у нас направлена вверх, поэтому абсолютная отметка у нас больше нуля. Если у нас точка выше уровня моря, например, вот устье скважины, эта точка находится выше уровня моря. И абсолютная отметка устье скважины называется альтитудой. А если у нас точка ниже уровня моря, то абсолютная отметка будет отрицательной. Вот, к примеру, абсолютная отметка кровли пласта вот в этой первой скважине ниже уровня моря, поэтому она будет отрицательной. Как найти вот эту отрицательную величину? То есть вот этот отрезок со знаком минус. Для этого нужно из глубины вычесть альтитуду. Извините, наоборот, из альтитуды вычесть глубину. Итак, абсолютная отметка кровли, либо подошвы, вычисляется по формуле альтитуда минус глубина либо кровли, либо подошвы. Таким образом, мы можем по любой скважине, если у нас известна глубина кровли и глубина подошвы, рассчитать абсолютную отметку кровли и подошвы, используя альтитуду скважины. Альтитуды каждой скважины своя, и глубина кровли и глубина подошвы тоже разные. Так вот, наша контрольная работа заключается в том, чтобы построить геологические карты под данным разведочного бурения. Итак, представьте себе ситуацию, что на какой-то площади нефтяносности у нас пробурена сетка разведочных скважин. Вот мы сейчас смотрим на залежь сверху. Вот у нас сетка разведочных скважин. Каким-то образом они распределены по площади нефтяносности. У каждой скважины, конечно же, есть координата x, y. А той прямоугольной системе координат, которыми пользуются при изображении схемы расположения скважин, мы поговорим чуть позже. Это система прямоугольных координат Гаусса-Крюгера. Суть в том, что у нас схема расположения скважин задается с помощью координат x, y на местности. Дальше. Нам нужно построить структурную карту кровли, подошвы и другие геологические карты для данной залежи. По сути, мы у каждой скважины знаем альтитуду. Эти данные являются исходными. Скажем, в таблице исходных данных у нас имеются координаты x, y всех скважин, 13. Задана у каждой скважины альтитуда. В каждой скважине задана глубина кровли и глубина подошвы для 13 скважин. Дальше. Задана глубина кровли и глубина подошвы. И также задана эффективно нефтенасыщенная толщина. Аж эффективная нефтенасыщенная. Вот по этим данным, друзья, мы можем, во-первых, построить схему расположения скважин, узнать, как скважины расположены относительно друг друга, мы можем рассчитать абсолютную отметку кровли и абсолютную отметку подошвы по данной формуле, мы можем также рассчитать общую толщину пласта. Вот она, общая толщина пласта. Как ее можно посчитать? Либо из глубины подошвы отнимаем глубину кровли, либо из абсолютной отметки кровли отнимаем абсолютную отметку подошвы. Ответ получается одинаковый. Это как раз общая толщина. Кроме этих данных, задана еще и эффективная нефтенасыщенная толщина. То есть, это толщина, насыщенная нефтью. Вот, к примеру, вот эта скважина находится за пределом контура нефтеносности, за ВНК, в чисто водяной зоне. Здесь нефти нет. Поэтому эффективная нефтенасыщенная толщина этих скважин будет равна нулю. А вот те скважины, которые скрывают чисто нефтяную зону, видите, эти скважины от кровли до подошвы скрывают нефтенасыщенный пласт, поскольку у нас ВНК ниже, то эти скважины относятся к чисто нефтяной зоне, и в них эффективная нефтенасыщенная толщина будет равняться общей толщине, совпадет с разницей глубины кровли и подошвы. Таким образом, мы узнаем, что та или иная скважина, скажем, относится к чисто нефтяной зоне. А вот в некоторых скважинах, друзья, у нас эффективная нефтенасыщенная толщина будет меньше, чем общая толщина. Вот как вот в этой скважине. Эта скважина скрывает кровлю пласта, нефтенасыщенный интервал пласта, ВНК и часть водонасыщенного пласта. Вот если у нас в какой-либо скважине эффективная нефтенасыщенная толщина больше нуля, но меньше общей толщины, рассчитанной по разнице глубины кровли и подошвы, то мы автоматически узнаем, что эта скважина скрывает ВНК и относится к водонефтяной зоне. В первую очередь мы будем строить структурную карту кровли и структурную карту подошвы. Вот структурная карта, сама поверхность кровли и поверхность подошвы представляют собой некие трехмерные поверхности в пространстве. И хочу привести пример. К примеру, вы поехали на природу, так ведь? И вдали от места, где вы отдыхаете, вы видели холм. Вот у холма какая поверхность? Купол, куполовидная, она ведь какая-то сложная, так ведь? И поэтому для того, чтобы узнать строение холма, нужно построить карту рельефа данной местности. То есть вот эта поверхность холма представляет собой некую похожую поверхность, похожую на поверхность кровли. Все ли холмы одинаковые на поверхности? Нет, все они разные. Так и строение залежей нефти у всех разное. И приступая к разработке той или иной залежи, нам необходимо изучить строение этих ограничивающих нефтенасущенных участковых пластов поверхностей. Как же можно строение вот такой трехмерной поверхности в пространстве показать на двумерной карте? Очень просто. Для этого используются изолинии. Вообще, структурная карта кровли представляет собой совокупность изолиний. К примеру, вот так вот. Одна изолиния, вторая изолиния, третья изолиния и так далее. Каждая изолиния подписана, например, минус 1840, минус 1850, минус 1860 и так далее. Конечно же, на карте у нас имеется еще схема расположения скважин, поскольку мы производим построение данных структурных карт под данным разведочных скважин. Вот что из себя представляет структурная карта? Структурная карта представляет собой набор изолиний. Что такое изолиния? Изолиния – это совокупность точек XY, то есть совокупность точек XY, абсолютная отметка кровли которых равна постоянному значению. Например, вот все точки на этой кривой, во всех точках на этой кривой, абсолютная отметка кровли равна значению минус 1840 метров. Это вот у нас также вид сверху, ось X и ось Y. А вот здесь у нас расположены скважины. Так вот, все точки вот на этой изолинии имеют абсолютную отметку кровли, равную минус 1850 метров. Отображает ли данная структурная карта строение поверхности кровли? Да, конечно, поскольку в любой точке мы можем оценить абсолютную отметку кровли. Если надумаем бурить, к примеру, скважину в этой точке. Вот, к примеру, вот в этой точке у нас абсолютная отметка кровли будет между значениями 1850 и 1860. Даже могу предположить, что она будет равна 1800 минус 1855, поскольку эта точка ровно посередине между этими двумя изолиниями. А вот абсолютная отметка вот в этой точке очень близка к значению 1850, скорее всего, 1849. И вот методом интерполяции в любой точке можно оценить абсолютно отметку кровли пласта. Как же строятся такие карты? Такие карты строятся методом интерполяции. Мы будем использовать метод линейной интерполяции. То есть, смотрите, мы будем соединять соседние скважины. Вот ведь в скважинах мы знаем абсолютную отметку кровли по данным бурения. Нам остается лишь построить по этим данным карту. Современные программные продукты же по точкам в пространстве строят более гладкие поверхности, более точные, отображающие строение залежей. Но в эпоху отсутствия компьютеров все пользовались методом линейной интерполяции, даже с помощью этих карт подсчитывали запасы. У метода линейной интерполяции есть недостатки, но поскольку мы только выполняем учебные задачи, поскольку мы не используем компьютер, мы можем использовать только линейную интерполяцию. Но ведь главное понять суть. Друзья, вот к примеру, как мы будем работать. Вот к примеру, вот в этой скважине у нас абсолютная отметка кровли известна. Минус 1855. А вот в этой скважине минус 1868. Соединяем вот эти две точки, я могу между этими скважинами найти ту такую точку, абсолютная отметка кровли, в которой будет равна значению минус 1860. То есть, соответствует тому значению, которое у нас соответствует изолинии, проходящей между этими скважинами. Так вот, например, можем соединить вот эти две скважины, тоже найти между ними уже две изолинии. Вот, к примеру, у нас здесь абсолютная отметка равна минус 1836. А вот в этой скважине минус 1854. Вот методом линейной интерполяции мы находим пропорционально точки, в которых абсолютная отметка кровли равна значениям, соответствующим изолиниям. Метод линейной интерполяции имеет, конечно же, недостатки. Вот, к примеру, в чём он заключается? Вот, к примеру, у нас есть некая структура, строение которого мы исследуем. Вот, к примеру, у нас три скважины пробурены вдоль залежи, по какому-то разрезу, по какому-то сечению определенному. Мы ведь знаем абсолютную отметку кровли вот в этой скважине. Например, минус 1844. И знаем абсолютную отметку кровли вот в этой скважине. Например, минус 1836. И в этой скважине минус 1842. Что мы делаем? Мы считаем поверхность кровли линейной в пространстве между этими скважинами. И здесь тоже линейный отрезок. Аппроксимируем поверхность кровли кусочной линейной функцией. Так вот, конечно, вот этот рисунок показывает очевидный недостаток линейной интерполяции. Видите, с помощью вот такой линейной интерполяции, с помощью пропорционального разделения отрезков между этими скважинами, мы получаем весьма искаженные изолинии. К примеру, вот у нас ведь здесь шкала абсолютных отметок. Вот у нас вот здесь минус 1844 отметка. А вот на этой отметке вот здесь у нас минус 1836. А здесь минус 1844. Вот по шкале же мы можем найти, где у нас из отметки 1840 и 1800... Да, нет, 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 здесь только одна изолиния 1840. Можем же мы найти? Да, она будет ровно посередине, поскольку 1840 посередине между 1844 и 1836. Вот мы с помощью линейной интерполяции получим положение этой изолинии ровно посередине между двумя скважинами. Такой результат получается благодаря методу линейной интерполяции. Но по факту ведь эта точка может оказаться ближе к вот этой скважине. И вот какую погрешность мы допускаем. Но если у нас скважин оказывается не 3 вдоль залежей, а 5, то мы же соседние скважины используем. То есть описываем сложную поверхность кровли тоже кусочной линейной функцией, но более точно описывающей форму пласта. В данном случае уже интерполируя, находя положение изолинии между вот этими скважинами, мы легче определим точки, точнее определим точки, через которые проходит та или иная изолиния. Вот что касается вводной части. Друзья, продолжаем. В первую очередь нам необходимо выполнить схему расположения скважин на миллиметровой бумаге. Для выполнения контрольной работы вам понадобится миллиметровая бумага формата А4, возможно формата А3, линейка, карандаш стержневой и гелевая ручка для оформления. Инженерный калькулятор. Система координат Гаусса-Крюгера. Вообще, нефтегазовое дело и инженерная геодезия очень тесно связаны друг с другом. И нефтяники пользуются часто геодезическими услугами при определении координат скважин, при поиске тех или иных точек на местности с определенными координатами, при бурении скважин. К примеру, даже при измерении альтитуды нефтяники обращаются к геодезистам. Так вот, что же это за система прямоугольных координат Гаусса-Крюгера? Давайте разберемся. Наша Земля имеет шарообразную, очень сложную форму. Говорят, что она имеет форму геоида. Иногда говорят, что она имеет форму по форме очень близка к трехосному эллипсоиду вращения. Но правильнее сказать, что Земля имеет форму геоида. Это некое сложное шарообразное тело, которое описывается определенным образом. Так вот, у любой точки на земной поверхности определяются с помощью меридианов и широт широта и долгота. То есть, это достаточно просто и легко определить широту и долготу по карте. Но пользоваться широтой и долготой при оценке расстояний, при измерении площадей крайне неудобно. Поскольку долгота возле полюса это одно, а какая-то разница в долготе возле экватора это совсем другие расстояния. Поэтому человечеству была нужна прямоугольная система координат. Ее впервые именно рациональную такую систему предложили немецкие ученые Гаусс и Крюгер. Система прямоугольных координат так и называется. Цилиндрическая прямоугольная система координат Гаусса и Крюгера. Что же они предложили? Они предложили разделить Землю на зоны по меридианам. Каждая зона имеет ширину 6 градусов. Поскольку у нас круг равен 360 градусам и каждая зона 6 градусов, то получается всего 60 зон. 60 зон. Дальше вот эта зона она как бы проецируется на плоскость. У нас здесь вот в каждой такой зоне есть осевой меридиан и экватор. Так вот система прямоугольных координат основана на том, что вот в этой зоне как раз выбрано начало отсчета. Начало отсчета это как раз пересечение осевого меридиана с экватором. В инженерной геодезии принято меридианальную ось обозначать за ось Х, а экваториальную ось за ось У. и так можно сказать, что у нас У меняется от Х меняется от нуля до скажем 10 тысяч примерно до северного полюса и от нуля до минус 10 тысяч. Учитывая, что круг один круг вокруг Земли составляет 40 тысяч километров. А вот ширина такой зоны по моим расчетам максимум равна вот возле экватора это 40 тысяч деленное на 60 667 километров. Около 670 километров. Так вот, откуда же у вас такие высокие значения в исходных данных координат У, например. Вот, например, у меня есть координаты У 45 269 284. Вот первые две цифры в координате У это как раз номер зоны. Да, первая зона начинается по-моему от 180 меридиана в восточном управлении. То есть первые зоны идут именно в западном полушарии и вот 45 зона это по-видимому должна быть зона относящая к восточному полушарию. Так вот, первые две цифры это номер зоны. Мы даже можем отбрасывать, отбросить эти две цифры потому что у нас во всех координатах она одинаковая. А вот 269 и 284 это как раз координаты выраженные в метрах. То есть в данном случае 269 километров 284 метра координата У относительно начала отчета. Так вот относительно вот этого начала отчета предложили провести линии километровой сетки. Вот скажем от осевого меридиана мы проводим линии отстоящие на километр друг от друга. То есть любая точка в принципе имеет некое отдаленное на каком-то расстоянии от осевого меридиана. Это как раз у нас будет координата У она у нас в данном случае может быть как отрицательный так и положительный. Также от экватора провели также линии километровой сетки это некие линии отстоящие друг от друга на километр. Вот таким образом получилась система прямоугольных координат. У любой точки есть координата Х это расстояние до экватора и координата У это расстояние до осевого меридиана. Вот таким образом Гаусс-Крюгер предложили свою систему координат и заслуга их заключается в том, что они доказали, что вот именно приемлемым является разделение земли на 60 зон, то есть по 6 градусов. Именно в этом переданном подходе искажение длин и площадей оцениваемых по данной прямоугольной системе координат в пределах допустимых значений. Откуда же у нас здесь такое высокое значение Y 269 километров? Я ведь сказал, что у нас максимум 670, так ведь? А если мы еще выше находимся, то здесь еще меньше значений Y должны быть. Все не так оказывается просто. Россия, поскольку она это северная сторона, у нее вся территория выше экватора, поэтому все координаты X положительные. И во избежание отрицательных значений Y начало координат перенесли влево вот сюда во избежание отрицательных значений Y. Поэтому российская система, то есть система, которой пользуется Россия, определенным образом изменена относительно исходного варианта прямоугольной системы Картенкауса Крюгера. Тем не менее она так же называется. Итак, первое, что нужно запомнить, это то, что у нас меридиональная ось, это ось X, вертикальная, а экваториальная ось, это ось Y, горизонтальная. Первым делом, при выполнении схемы расположения скважин, мы должны, друзья, найти минимальное и максимальное значение X, X и Y. вот минимальное значение X у меня равно 5364 километра 254 метра в метрах. Вот данное минимальное значение я округляю до километра в меньшую сторону и получаю 5364 километра. А максимальное значение X у меня равно 5376 783 метра. Получается 5 тысяч и максимальное значение я должен округлить в большую сторону до километра 5377 километров. Почему я минимальное значение округляю в меньшую сторону а максимальное в большую? Для того, чтобы при выполнении схемы расположения скважин выбрать такую область построения, чтобы все скважины вошли в данную область. Если я округлю минимальное значение в большую сторону, то у меня крайняя скважина может не попасть на карту. То же самое я делаю с Y. Нахожу минимальное значение Y. В данном случае номер зону 45 я опускаю, поскольку у всех скважин расположены в 45 зоне. Залеж находится не на границе между зонами, что радует. Минимальное значение Y равно 268 799. 268 799. 45 зона. округляю минимальное значение до километра в меньшую сторону, получается 268 километров. А максимальное значение Y равно 279 километров 971 метр. Максимальное значение округляю в большую сторону, получается 280 километров в 45 зоне. Итак, мне нужно рассчитать разброс координат X, X и Y для того, чтобы выбрать оптимальный масштаб. Вот в данном случае у меня дельта X оказывается равным 13 километрам, а дельта Y 12 километров. Как я это посчитал? 77 минус 64 13 80 минус 68 12. Поскольку у меня дельта X больше, чем дельта Y, а X у меня вертикальная ось, то я выбираю книжную ориентацию для выполнения схемы расположения скважин и геологических карт. Если у вас дельта Y оказывается больше, чем дельта X, то вам подойдет альбомная ориентация, поскольку у вас разброс по оси Y превышает разброс по оси X. Итак, ориентацию мы выбрали книжную либо альбомную. Дальше необходимо выбрать масштаб. Вот я беру чистую миллиметровую бумагу формата A4. Считаю, сколько у меня здесь сантиметров. По горизонтали 18 сантиметров, а по вертикали 28. Дальше, значит, я дельта X делю на 28 сантиметров. Почему на 28? Поскольку DX у меня вертикальная ось, и я выбрал книжную ориентацию листочка. Дельта X у меня равен 13 километрам. 13 километров делим на 28 сантиметров. В одном километре 1 миллион сантиметр. Получается 13 миллионов деленное на 28 получается 46 тысяч по-моему. 13 делим на 28 46 430 46 430 Также я должен оценить отношения дельты Y деленные на 18 сантиметров. Дельты Y у меня равен 12 километрам. То есть делим на 18 сантиметров. 12 километров это 12 миллионов. 12 на 10 6 делим на 18 получается 66 666 Так вот учитывая вот эти 2 соотношения какой масштаб нам подойдет? Подойдет масштаб 1 100 тысяч поскольку смотрите 40 если бы у нас оба значения были меньше 50 тысяч например здесь 46 сейчас здесь 48 тысяч то я бы выбрал масштаб 1 50 тысяч поскольку при 50 50 тысяч кратном уменьшении у меня данные расстояния 13 и 12 километров помещаются на формат А4 поскольку у меня здесь соотношение 66 тысяч это больше чем 50 тысяч то у меня при 50 тысяч масштабе дельты Y не поместятся вот здесь 12 километров не умещат не уместятся так ведь поэтому я выбираю масштаб 100 тысяч я должен выбрать один из стандартных масштабов либо один 100 тысяч в этом случае у нас в одном километре в одном сантиметре один километр либо масштаб 1 50 тысяч в этом случае в одном сантиметре 500 метров либо 1 25 тысяч это у нас стандартный масштаб мы не можем выбрать любой заблагорассудившийся масштаб например 1 к 45 тысяч мы должны выбрать один из стандартных масштабов. Если вдруг у вас потребуется масштаб больше, чем 100 тысячный, то есть, например, одна из этих цифр у вас, или обе эти цифры оказались больше, чем 100 тысяч, например, 105 тысяч, или 107 тысяч, 112 тысяч, то масштаб 100 тысячный вам уже не подходит. При 100 тысячекратном уменьшении у вас крайние скважины не поместятся в данную область построения. Что делать? Я не рекомендую переходить на крупный масштаб 1 на 250 тысяч, поскольку при этом у вас вот такая карта окажется в 2,5 раза меньше по ширине и длине, что будет означать 6-кратное уменьшение площади. Я рекомендую взять уже миллиметровку формата А3 и сделать хорошую карту на большой площади, с которой вам самим будет удобно работать. У вас линии и за линией не будут близки друг к другу. И работать с такой картой вам самим будет удобнее. И подписывайте значения. Так вот, поэтому максимальный возможный масштаб, который вы можете выбрать, это 1 на 100 тысяч. Если не помещается, выбирайте формат А3. Либо, может быть, кому-то повезло, им подойдет масштаб 1 на 50 тысяч. Так, вот в этом заключается прямоугольная система координата Гаусса-Крюгера. И как выполняем схему расположения скважин. Схему расположения скважин мы выполняем на миллиметровой бумаге А4 и в первую очередь чертим систему координат. Как мы это делаем? Вот я на миллиметровой бумаге черчу систему координат. Это у меня ось Y, ось X. Подписываю. Схема расположения скважин. Масштаб 1 к 100 тысячам. Дальше. Для того, чтобы правильно построить схему расположения скважин, нам необходимо выбрать минимальные и максимальные значения. А мы уже и выбрали. У нас минимальное значение X равно 5364 километра. Но я хочу сказать, что не обязательно брать минимальное значение. Можно пару километров уменьшить. Например, взять 5362 километра для того, чтобы оставить какой-то запас. Я хочу сказать вот о чем. Если вы начало координат поставите вот здесь, то у вас карта окажется в левом нижнем угле, углу. Вам нужно рассчитать так, чтобы карта была, схема расположения скважин была посередине листочка. Таким образом, у вас карты будут красивее и изящнее. Поэтому оставьте запас. Если есть такая возможность, если у вас не впритык располагаются скважины на листочке, то вы можете по возможности оставить пару сантиметров запаса, начать не с минимального значения, а, например, вот я начал со значения 5362. Дальше 5364. И так до... от 64 плюс 13 километров 77 километров. И сверху вы можете взять запас 78, 79, например, до 80. По Y у меня 268, ведь минимальное, поэтому я пару километров беру в запас. 566 километров, 67, 68 и так далее. Максимальное значение у меня 280 километров, но я тоже пару километров хочу взять запаса, для того, чтобы у меня какая-то область еще вошла за пределами скважин. Итак, вот у вас получилась схема системы координат, и на ней мы выполняем схему расположения скважин. Вот, к примеру, я беру таблицу исходных данных, координат XY, и ищу положение первой скважины. У меня координата первой скважины 5364 километра, 254 метра. Это где-то вот здесь, 5364, 250 метров, а Y у меня 269, 284. 269, 284. Это где-то вот здесь, к примеру. Вот я нашел эту точку. Точно. Дальше. Нахожу вторую скважину. Это предельно просто. Просто не перепутайте XY. Третью скважину. Четвертую. Пятую. Шестую. Седьмую. Восьмую. Девятую. Десятую. Одиннадцатую. Двенадцатую. Тринадцатую. Вот я показываю таким образом все свои скважины. И от каждой скважины опускаю перпендикуляр на оси координат. Тонко-гелевый. Ручка черного цвета. Выполняем все построения. Получается вот такая вот карта. От каждой скважины нужно опустить четко, ровный перпендикуляр. для того, чтобы преподаватель мог с легкостью проверить, насколько правильно вы построили данную схему расположения скважины. То есть, любую скважину преподаватель проверяет и убеждается оценивать качество вашей работы. Уровень вашей работы. Так, вот таким образом выполняется схема расположения скважин. У всех у вас тринадцать скважин. Все они примерно расположены одинаково, но координаты у всех разные. Поэтому будьте внимательны. Преподаватель будет проверять схему расположения скважин в том числе. Дальше. После выполнения вот такой схемы расположения скважин нам потребуется копия данной схемы для выполнения, для построения структурных карт. Геологических карт. Структурных карт. Кровли, подошвы и так далее. Так вот, при построении уже карт нам система координат ни к чему. То есть, оси x, y. Для построения структурных и геологических карт нам нужно лишь знать взаимное расположение скважин относительно друг друга. Как можно скопировать схему расположения скважин? Можно взять чистый листочек формата А4, белый, наложить на схему расположения скважин и, подойдя, скрепив скрепками, подойдя к окошку, нарисовать, скопировать схему расположения скважин, не перепутав при этом номера скважин. Но есть способ эффективнее. Я предлагаю взять 20-25 листочков белой бумаги чистых, скрепить, сверху положить схему расположения скважин, скрепить скрепками и с помощью некого острого предмета, например, циркуля, либо иголки и молотка проколоть все 13 скважин. Я сделал именно таким образом и остался доволен результатом. Остаются хорошие видные проколы. Главное, не переверните вверх-вниз вашу карту, не перепутывайте номера скважин и у вас получится хорошая копия схемы расположения скважин, на которых вы выполните уже геологические карты. Только выберите, пожалуйста, достаточно толстый слой, толстую пачку бумаги, для того, чтобы не повредить мебель. Итак, приступаем к построению первой геологической карты структурной поверхности кровли. Структурной карты по кровли. Итак, вот я приготовил схему расположения скважин и подписав скважины в числителе, в знаменателях написал абсолютные отметки кровли во всех скважинах, которые я посчитал по формуле альтитуда минус глубина кровли. Вот, как я уже говорил, вот методом интерполяции между соседними скважинами мы найдем положение изолиний и соединив точки на одноименных изолиниях мы получим структурную карту. При линейной интерполяции применяется метод треугольников. Вот я на схеме распространения скважин сделал вот такую схему и в числителе подписал номер скважины в знаменателе абсолютно отметку кровли. Вот такая у меня заготовка. Что я делаю? Я соединяю соседние скважины между друг с другом. Вот, к примеру, 11-я и 12-я скважины образуют треугольник. 13-я скважина является соседней к 9-й. 13-я скважина соседняя к 10-й. Вот еще один треугольник. Дальше. 12-я скважина соседствует с 7-й. 7-я для нее соседняя вторая скважина. Для 2-й соседняя 8-я. Для 8-й 12-я. Так, 8-ю можно соединить с 9-й, они очень близко расположены. 9-ю с 1-й, а 1-ю с 8-й. Вот здесь у нас четырехугольник получился. 9-я, 13-я, 12-я, 8-я. Какие же скважины лучше соединить? 12-ю, 9-ю или 13-ю, 8-ю? Вообще, я бы соединил, например, 12-ю и 9-ю. Почему? Потому что вот это расстояние меньше, чем вот это. Вот в этом случае, какую лучше скважину соединить? 8-ю или 7-ю? 8-ю и 7-ю, либо 12-ю со 2-ю. Конечно, 8-ю и 7-ю, поскольку эти скважины ближе друг к другу. Так, 7-я у нас близка к 6-й, с 6-я к 11-й, и здесь снова четырехугольник. Какие скважины соединить? 7-ю с 11-й или 6-ю с 12-й? Вроде как отрезки равной величины. Как выбрать правильно? Когда у нас такая дилемма, нужно обратить на перепад высот. Нужно выбрать, соединять такие скважины, у которых перепад больше, между которыми перепад больше. Вот, к примеру, перепад между 6-й и 12-й это 32-й минус 28,5 это 3,6 метра. А между 11-й и 7-й здесь 2 метра и 24,4 метра. То есть с 7-ю и 11-ю соединить выгоднее. Между ними больше перепад. 6-ю можно соединить с 3-й. Вот 3-ю и 2-ю соединять не следует, поскольку они очень далеко друг от друга. Между ними можно сказать 7-я и 6-я скважины находятся. Поэтому 3-ю со 2-й соединять не нужно. Это приведет к определенным искажениям при построениях. Вот 3-ю соединяем с 5-й, 6-ю с 5-й, 11-ю с 5-й, 5-ю с 4-й, 10-я очень близка к 5-й, 10-ю с 4-й. Вот 4-ю скважину с 1-й тоже не нужно соединять. Это приведет к погрешностям. Поскольку между 4-й и 1-й скважины уже есть 2-й скважины. В общем-то построить кровлю можно будет по уже имеющимся 4-м скважинам. Так, вот здесь у нас еще 4-х угольник остался. 13-ю и 5-ю соединить или все-таки 11-ю с 10-й. Вроде как расстояние одинаковое. нужно нужно обратить внимание на перепад. 28-31 28-1 32-4 Перепад по-моему вот так будет больше. Поэтому соединим таким вот образом. Соединив все сотейные скважины образовав вот такие треугольники мы получаем вот такую схему. Итак, еще раз повторяю. Нам нужно стремиться к построению равносторонних треугольников. Очень плохо работает метод линейной интерполяции, когда у нас вот такие вот остроугольные либо топоугольные острые тупые углы получаются. То есть, смотрите, если у нас мы интерполируем вот между этими скважинами, не учитывая, что у нас между ними уже есть скважина, более точное значение даст интерполяция вот на этих отрезках, нежели вот на этом отрезке. Поэтому интерполяция на этом отрезке будет сильно искажать карту, поэтому мы избегаем построение острых и тупоугольных треугольников. Вот у нас все готово для выполнения построений. Итак, как строится, как применяется метод линейной интерполяции? В основе него лежит теорема подобия, которую мы изучали в школе по геометрии. Вот пример, смотрите. мы рассматриваем перепад между девятой и первой скважиной. Вот у нас абсолютная отметка кровли в девятой скважине равна значению минус 1832,1. Это на шкале абсолютных отметок некая отметка. Так ведь? Абсолютная отметка первой скважины минус 1839,6. Минус 1839,6. Какая у них перепад абсолютной отметки кровли между этими скважинами? Разница 39,6 минус 32,1 получается 7,5. Давайте обозначим дельта А абсолютной отметки кровли равняется 7,5 метра. Это общий перепад абсолютной отметки кровли между рассматриваемыми скважинами. Итак, мы пока работаем вот с этим отрезком. С каждым отрезком нужно работать отдельно согласно данному алгоритму, который я сейчас пытаюсь объяснить. Так вот, смотрите, вот к примеру вот здесь у нас расположена девятая скважина. Скважина 9. А на каком-то расстоянии от девятой скважины у нас расположена скважина 1. Пусть будет. Вот в скважине 9 у нас абсолютная отметка кровли минус 1832,1. В скважине 1 минус 1839,6. Вот мы применяем метод линейной интерполяции и считаем, что у нас абсолютная кровля ведет себя в виде линейной функции между этими скважинами. Какое у нас расстояние между скважинами? Да, фактически это несколько сот метров или даже километров. Но мы же построение выполняем на карте. Нам же из-за линии нужно искать на карте, поэтому мы можем перейти к расстояниям измеренным на карте. То есть расстояние между скважинами будем измерять в миллиметрах. Вот, к примеру, расстояние между 1 и 9 скважиной на моей схеме расположения скважин. Вот на такой схеме. Я беру линейку, накладываю линейку, измеряю расстояние на моей карте между 1 и 9 скважиной. У меня получается 31 миллиметр. Это у меня расстояние L. Пусть будет. L 31 миллиметр. Это расстояние между скважинами. Так вот, что мне нужно найти? На этом отрезке мне нужно найти положение изолиний. В первую очередь нам нужно понять, а сколько у нас изолиний между 1 и 9 скважиной. между 1 и 9 скважиной у нас изолиний. Да, кстати, я забыл здесь рассчитать шаг между изолиниями. Прежде чем мы начинаем выполнять построение, мы должны оценить общий разброс, друзья. Сейчас я немножко вернусь, отвлекусь, поправлю свою ошибку. Какое у нас минимальное значение абсолютной отметки кровли на данной карте? Минимальное значение у нас равно значению от минус 1839,7 как раз соответствует третьей скважине. А максимальное значение абсолютной отметки кровли равно минус 1828,0 соответствует значению кровли в скважине 13. Общий Перепад абсолютной отметки кровли на данной территории составляет 11,7 метра. Учитывая этот перепад, нам нужно выбрать оптимальный шаг между изолиниями. Этот шаг может быть 10 метров, 20 метров, 25 метров, либо 5 метров, 3 метра. Давайте, какие стандартные шаги мы выбираем. 10, 20, 30, 25 можно, 50, 100, 200, 250, 150 даже можно, 5 метров, 3 метра, 2 метра, 1 метр, 0,5 метра, 0,25 метра и так далее. То есть шаг должен быть более-менее разумный. Учитывая, что у нас перепад абсолютной отметки кровли по данным 13 скважерам составляет 11,7 метра, то нам шаг подходит, шаг 2 метра. Я выберу шаг 2 метра. Почему? Объясняю. Количество изолинии у нас, N, должно быть минимум 5, максимум 9. То есть учитывая разброс параметра и количество требуемых изолиней, мы выбираем подходящий шаг. Вот в данном случае, если у нас шаг 2 метра, то у нас будут изолинии минус 1830, 28 метров, да? Вот у нас одно значение есть. Минус 1830, минус 1832, минус 1834, минус 1836, минус 1838. А вот изолинии минус 1840 у нас уже не будет, поскольку у нас минимальное значение минус 1839,7. У нас отметка минус 1840 ниже, чем самая нижняя точка. Поэтому у нас будут изолинии 28, 30, 32, 34, 36, 38. Сколько всего? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть изолиней. Мне шаг 2 метра вполне подходит. Если бы я выбрал шаг, например, 1 метр, у меня уже было бы изолинии 12. Карта получается перегруженной, тяжело читаемой. А если бы я взял шаг 3 метра, то у меня количество изолинии было бы, например, 4. Что тоже, что делает карту малоинформативной. Если у нас очень мало изолинии, значит она малоинформативная. Поэтому я вот выбрал шаг 2 метра, друзья. То есть, выбрав шаг, я возвращаюсь к этой карте и определяю, какие у меня изолинии между 9 и 1 скважиной. Между 9 и 1 скважиной у меня изолинии 1834, 1836, 38. Три изолинии, потому что уже 40-ой изолинии нет. Между 1 и 9 скважиной всего три изолинии. Возвращаясь я вот к этому треугольнику. То есть, вот на шкале абсолютных отметок ведь есть у нас значение минус 1834, минус 1836 и минус 1838. Я как будто бы пересекаю строй горизонтали на этих отметках. Вот, к примеру, смотрите. Вот я получил маленький треугольник. Вот эта сторона этого маленького треугольника равна разнице абсолютной отметки кровли между ближайшей к 9 скважине изолинией и отметкой в самой 9 скважине. Вот ближайшая изолиния минус 1834. Я это понимаю. Перепад отметки кровли между ближайшей изолинией и отметкой в скважине равно 1,9 метров. 34 минус 32 и 1 как раз 1,9 метров. Давайте вот этот отрезок обозначим как дельта абсолютной отметки кровли 1. В данном случае он у нас равен 1,9 метра. Тогда вот это расстояние, это у нас будет равняться параметру L1 расстоянию от 9 скважины до ближайшей изолинии минус 1834. Минус 1834. Вот у нас получается расстояние L1, которое я, отложив от 9 скважины, найду первую изолинию. Как можно найти L1? По теореме подобия. Смотрите. У меня L1 деленное на L большое, то есть я вот этот катет маленького треугольника делю на тот же самый катет большого треугольника. Соотношения этих сторон равны соотношению подобных сторон тех же самых треугольников. Я беру уже маленький катет. Вот дельта АК 1 деленное на дельта АК общее между скважиной. Очень легко найти L1. Здесь у нас миллиметры под миллиметрами, метры под метрами, поэтому все нормально. L1 получается равным L дельта АК 1 на дельта АК. В данном случае у меня L 31 миллиметр, дельта АК 1 1,9 метра, делим на 7,5 метров. Беру калькулятор и считаю. Получается 31 умноженное на 19 деленное на 75. 7,8 миллиметра. То есть я от девятой скважины могу отложить 7,8 миллиметра и найти положение первой изолинии. Минус 1834. Следующая же изолиния соответствует отметке минус 1836. Перепад между предыдущей изолинией и следующей 2 метра, поскольку у нас шаг 2 метра. Я снова провожу вот такой горизонталь и получаю новый, подобный этим же треугольником треугольник. Здесь у меня получается перепад между изолиниями H 2 метра. И нахожу L2. L2 у меня уже будет расстояние между изолиниями, если у меня их несколько. L2 вычисляется по такому же принципу. L2 у меня вычисляется по такому же принципу. Получается это L на дельта на H 2 метра на дельта А кровли между скважинами. Получается 31 миллиметр, умножаю на 2, делю на 7,5, получаю следующее. Делим на 19, умножаем на 20. 8,3 миллиметра. Здесь у нас 7,8, по-моему, было, да? 7,8, а здесь 8,3 миллиметра. Вот я уже от найденной точки откладываю 8,3 миллиметра, получаю изолинию минус 1836. Снова откладываю 8,3 миллиметра, получаю изолинию минус 1838. И между изолинией минус 1838 и первой скважиной должно остаться расстояние меньшее, чем между изолиниями. Почему? Потому что у нас между 1838, последней изолинией, и отметкой в первой скважине перепад всего лишь 1,6 метров, что легко посчитать даже в уме. Вот я получил три изолинии. Дальше. Я перехожу к следующему интервалу, к следующей паре скважин. К примеру, скважина 9,8. Здесь у нас минус 1832, минус 1832,3. Есть ли между ними изолиния? Между скважинами 8,9 изолинии нет. Так ведь? Между скважинами 8,9 изолинии нет. Поэтому между ними изолинии и не приходится искать. Смотрим пару скважин 1,8. Перепад между ними 32,3 минус 39,6 получается 7,3 метра. То есть дельта А кровли 7,3 метра между 8 и 1 скважиной. Беру линейку, беру схему расположения скважин. И определяю расстояние между 1 и 8 скважиной. Получается 61 миллиметр, к примеру. 61 миллиметр. Эй. Дальше. Какой у меня перепад отметок между 8 и ближайшей изолинии? Ближайшей изолинии минус 1834. Мы это понимаем, поскольку отметка в первой скважине ниже. Поэтому минус 1834. У нас перепад 1,7. То есть дельта А кровли 1 равно 1,7. Вот у меня получился треугольник. 1,7 на L1. L1 находится как? 61 умножаем на 1,7, делю на 7,3. Беру калькулятор и считаю. 61 умножаю на 17, делю на 73. Получается 14,2 миллиметра. Вот я от 8 скважины, я же от 8 скважины шагаю, откладываю 14,2 миллиметра. Получил первую изолинию минус 1834. Вот у меня первая изолиния 1834 будет проходить через эту точку и через эту точку. Я потом эти точки буду плавно соединять, чтобы получить структурную карту. Дальше мне нужно найти L2. А L2 это у нас 61 умноженный на шаг 2 метра на те же самые 7,3. Получается делим на 17, умножаем на 20. Предыдущий ответ. Получается 16,7 миллиметра. И вот я уже от этой точки откладываю 16,7 миллиметра. Получаю изолиние точки на изолиниях минус 1836 и минус 1838. И отрезок, который остается между последней изолинией и первой скважины, конечно, должен быть меньше, чем вот эти отрезки между изолиниями. Почему? Потому что перепад 1,6. 39,6 минус 38 как раз 1,6 метров. Я не буду сейчас, конечно, все эти расстояния перебирать. Принцип, я думаю, понятен. Вы, главное, должны отработать каждую пару скважин. Каждый вот этот отрезок, который мы с вами показали. Интересным является вот какой случай. Вот какая пара скважин, друзья. Давайте посмотрим пару скважин между 7 и 11. А, нет, здесь не тот случай. Между 6 и 5 давайте. Вот пара скважин между 6 и 5 скважин, случай весьма интересный. Перепад между ними всего лишь 0,2 метра. То есть дельта А кровли 0,2 метра. Но между ними есть изолиния минус 1832, потому что в пятой скважине отметка выше, в шестой скважине отметка ниже этого значения, минус 1832. Ну, данная пара скважин легко обрабатывается, ничего считать не нужно. Изолиния минус 1832 будет проходить ровно посередине. Почему? Поскольку у нас скважины, поскольку у нас от изолинии до шестой скважины перепад 0,1, от изолинии до пятой скважины тоже перепад 0,1. А вот, например, давайте посмотрим скважину 5 и 10. Здесь перепад абсолютной отметки кровли составляет 31,9 минус 32,4, 0,5 метра. Между ними тоже одна изолиния. Шагаем от пятой скважины. Расстояние между ними, например, 32 миллиметра. L равняется 32 миллиметра. Находим L1. Да, дельта А кровли 1 от первой скважины до следующей изолинии равен 0,1 метра. Вот подставляю 32 миллиметра, умножая на 0,1 и на общий перепад 0,5. Получается 1,5 из 32 миллиметров. То есть 32 делим на 5. Легко посчитать 6,4. 6,4 миллиметра. Вот я откладываю 6,4 миллиметра и получаю положение единственное между десятой и пятой скважинами изолинии. Минус 1832. То есть вот этот отрезок у меня это 1,5. Вот этот отрезок в 4 раза больше, чем вот этот. Вот таким образом я выполняю построение всех... Обрабатываю все отрезки. Итак, после выполнения всех расчетов у нас получается вот такая карта. И на отрезках между скважинами у нас показаны точки, через которые проходят определенные изолинии. Вот результат также я попытался отобразить на доске. Следующая наша задача, друзья, это соединить точки на одноименных изолиниях. Ну, давайте начнем, например, с изолинии минус 1830. Вот у нас это... Здесь 1828 в 13 скважине. 1830. Я это соединяю. Соединяю одноименные изолинии. Вот так. Здесь одну пропустил. Вот так, так, так. Вот так они идут. Вы не можете пересечь отрезок, если просто так. Вы должны именно пересекать отрезки на точках, которые вы рассчитали. Вот у меня изолиния минус 1830 метров. Следующая изолиния минус 1832. Вот я ее определил следующим образом. Вот изолинии минус 1832 обходят пятую скважину. Потому что минус 1831 и 9 выше, чем минус 1832. И вот мы пришли опять к этой точке. Следующая изолиния минус 1834. 34-я изолиния обходят седьмую скважину, шестую, пятую тем более, десятую, девятую, восьмую. И вот сюда возвращается. Следующая изолиния минус 1836. Она вот так вот себя ведет. Следующая изолиния минус 1838. Она замыкающая. Я бы здесь еще показал еще одну изолинию, друзья. Мы видим, да, что у нас здесь свод в складке. Вот у нас есть точка, 13-я скважина. В ней так случайно получилось, что в моем варианте абсолютная отметка 1828 метров. Конечно же, самая высокая точка, наверное, где-то поблизости. Она даже выше, чем значение в 13-й скважине. Но вот я предполагаю, что у меня есть какая-то изолиния минус 1828. И я ее просто параллельно изолинию минус 1830 показываю, проводя через скважину 13. Вот выполнив такие построения, я, значит, стираю все вспомогательные линии. То есть мне нужно все вспомогательные линии стереть. И оставить только изолинии в чистовом варианте. Я вот эти все вспомогательные линии удаляю. Они мне не нужны. И получается вот такая вот красивая карта без посторонних элементов. Пожалуйста. Дальше вы изолинии подтираете на отрезках и подписываете. Например, вот эта изолиния у меня минус 1830. Минус 1830 метров. Вот эта изолиния минус 1832, минус 1834, минус 1836, минус 1838 метров. Вот у вас готова структурная карта кровли. Вы ее оформляете на чистовике вот таким вот образом. Мы закончили с вами рассматривать метод линейной интерполяции, с помощью которого мы построили структурную карту кровли. Структурная карта подошвы строится аналогично Должен вам сказать, друзья, что кроме вот этих методов расчетного метода существует еще метод палетки. То есть мы можем проводить линейную интерполяцию с помощью палетки. Давайте я этот метод тоже вам расскажу. Вот на примере четырех скважин и четырех-пяти скважин, к примеру. Вот, к примеру, у нас здесь отметка минус 1840, извините, минус 1830, целых пять десятых. А здесь у нас минус 1834 и 3. В этой скважине минус 1832 и 1. В этой скважине минус 1836 и 2. А здесь минус 1838 и 1. К примеру. Что я делаю? Я также соседние скважины соединяю отрезками между собой. Таким вот образом. И могу использовать не расчетный метод, а графический. Для этого я изготавливаю, беру палетку длиной, к примеру. У меня большая палетка, поскольку я на доске буду работать. Вам нужно взять сантиметров 15-20 в длину и сантиметров 10 12 сантиметров в ширину. Вы, значит, здесь показываете с шагом, например, 1 сантиметр между изолиниями. Возьмите шаг 1 сантиметр между этажами и подпишите все изолинии, которые у вас есть на карте кровли и подошвы. Вот у меня, в частности, на карте кровли и подошвы минимальные оценки минус 1828, поэтому с запасом я взял минус 1826, а на подошве у меня минус 1846 минимальный. Минимальный минус 1844 у меня, я взял с запасом минус 1846. Итак, у меня вот такая вот палетка. Вот этот метод палетки, он легче для выполнения, в плане выполнения, но менее точный, поскольку палетка может пошатнуться и вы неправильно определите положение изолинии. Но ничего считать не нужно. Что я делаю? Я беру эту палетку, вот, к примеру, интерполирую вот эту первую скважину и пятую, центральную, да, у меня здесь отметка минус 1838,1. Я накладываю, у меня же прозрачная бумага, нахожу минус 1838,1 на палетке и накладываю первую скважину, вот циркулем я его фиксирую, именно на отметке минус 1838,1 вот на своей шкале палетки. А в центральной пятой скважине минус 1830. Я вот путем поворота ищу положение минус 1830 и 5. Вот у меня эта точка. Видите? Я уже сразу вижу, сколько у меня изолинии пересекает данный отрезок. Изолинии минус 1830, минус 1832, минус 1834, минус 1836. Так, 35 от меня вот здесь. Вот так вот. Я, значит, циркулем прокалываю эти точки и нахожу положение этих изолин. То есть, это были у меня пересечения линии на палетке с данным отрезком. Вот данный принцип, данный метод работы основан на теореме Фалеса. который, кстати, изучают в школе в 8 классе. Параллельные отрезки, пересекаясь, отсекают равные пропорциональные отрезки на другой прямой. Об этом теореме Фалеса. Так вот, вот можно, так вот, я взял палетку между первой и пятой скважины, также я накладываю на вторую, третью, к примеру, 1836,2. 1836,2 нахожу точку и 1831, снова путем поворота 30,5, то есть, снова нахожу положение изолиней. И вот таким образом у меня получается 1832, 34, и 36. Вот 34 где-то вот здесь. И вот тоже получается вот такая же карта. Здесь у нас 32, здесь у нас 34, 32, между ними 34 только, да? Здесь у нас 34. Вот такая вот карта получается, фрагмент карты, будем говорить. Так что ли? Нет. Итак, 32 сюда выходят. Вот так вот, 32-я изолиния. Дальше это у нас 32-я, 34-я как-то вот так себя поведет. Здесь у нас 32, 34, две изолинии. И дальше вот как-то себя поведет 30. Это 32, 34, 36 и 38. 38, вот так. вот получился фрагмент карты. Вот, решайте сами. Мне расчетный метод нравится больше, но вы можете использовать и вот такой вот метод палетки. Приступаем к построению карты общих толщин. Карта общих толщин выполняется с помощью того же метода, с которым мы строили структурную карту кровли и подошвы. Значит, выглядит она вот следующим образом в моем случае. По-другому эта карта еще называется карта изопохит. Изопохит это линия равной толщины. Так, карта общей толщины. Я также беру схему расположения скважин. В числителе подписываю это у меня не 530, не 530, а скважины. Также подписываю значит номера скважин в числителе, а толщину в знаменателе. Как мы оценили толщину? Глубина подошвы минус глубина кровли, либо абсолютная отметка кровли минус абсолютная отметка подошвы. То есть параметр достаточно легко рассчитываем. Так вот, мы также соединяем треугольник ближайшей скважины. Первую с девятой, восьмую с девятой, девятую с тринадцатой, с двенадцатой, с пятой. Какое лучше соединение? Двенадцатую с девятой? Да, поскольку перепад между восьмой и тринадцатой маленький. Так, седьмую с двенадцатой, восьмую с седьмой, седьмую со второй, вторую с восьмой, восьмую с первой, девятую с десятой, десятую с тринадцатой, тринадцать одиннадцать, двенадцать 6, 7, 6, 6, 11, так, потом 11, 5, так, 11, 5, 5, 6, 3, 6, 6, 5, 10, 5, 5, 4, 10, 4, вот вроде бы все. Друзья, ну вы сейчас будете смеяться, поскольку, в принципе, соединять эти скважины между собой даже не было необходимости в моем исключительном случае. Вот мне так повезло в моем варианте, что у меня толщина варьирует очень слабо. Вот, к примеру, представьте себе случай, что у вас пласт практически выдержанный, то есть толщина в любой точке постоянная. Вот если бы у нас во всех скважинах была бы одна и та же толщина, например, 5,5 метров, требовалось ли построение карты? Мы бы просто на схеме расположения скважин написали, в любой точке, в каждой точке толщина 5,5 метров. Вот в данном случае ситуация очень близка к этому. У нас, в принципе, перепады очень маленькие, и все изолинии практически будут проходить через сами скважины. Да, в первую очередь мы должны оценить разброс между параметрами, разброс толщин по скважинам. У нас максимальное значение 5,6 в 6 и 3 скважине, 5,6 максимально. Минимальное 5,3 в 1 и 9 скважине, 5,3. Какой у меня общий разброс? 0,3 метра. Мне нужно выбрать хотя бы 5 изолиний. Какой мне шаг понадобится? 0,05 метров. В этом случае у меня будут изолинии 5,3, 5,35, 5,40, 5,45, 5,50, 5,55, 5,60. Так ведь? Вот такие у меня будут изолинии. Поэтому у меня шаг 0,05. Между первой и девятой скважиной изолинии нет. По первой и девятой скважине проходит изолиния 5,3. Между пятой и третьей, между первой и восьмой скважиной одна изолиния 5,35. Через восьмую скважину проходит изолиния 5,4. Да, у вас, может быть, в вашем варианте, возможно, не такой легкий случай, как у меня. Между восьмой и второй 5,45. Между седьмой и восьмой и второй нет изолинии. Изолиния проходит через вторую и седьмую скважину. Через двенадцатую идет дальше в одиннадцатую и пятую скважину. Видите? Одну изолинию уже можно плавно показать. Вот она как себя ведет. Одна изолиния. Здесь у нас между восьмой и пятой, восьмой и седьмой скважины 5,4. Между двенадцатой и восьмой 5,45. Вот у меня еще одна изолиния вырисовывается. 5,45. 5,4. 5,45. А нет, 5,45. Знаете, между двенадцатой и девятой я не совсем правильно. Вот между двенадцатой и девятой у меня несколько изолиней. Здесь у меня 5,4. Здесь 5,45. 5,35. Вот как проходит изолиния. Так, 5,45. 5,45. Вот здесь. Вот здесь. И вот здесь. Вот так. А 5,4 идет сюда, через тринадцатую скважину. Идет на десятую и на четвертую. 5,35. Вот так вот. Уходит сюда. А изолиния 5,3. Как-то вот так вот. Вот у нас получилась вот такая необычная карта из Апахит. Карта равных толщин. И мы также можем, если у вас, конечно, не такой легкий случай, вы также оцениваете расстояние между скважинами, перепад, дельта H, учитывая, подбираете шаг таким образом, и также находите положение изолинии. Просто не факт, что у вас такой легкий случай, что изолинии проходят через большинство скважин. Как у меня. Но если вдруг вам так повезло, что у вас вообще во всех скважинах равная толщина, то карту строить вообще не нужно. Вы просто на схеме расположения скважин подбираете. Карта из Апахит в каждой точке толщина равна 5,5 метров, например. Но если у вас есть хотя бы малейший перепад, вы все равно должны построить карту, состоящую из пяти хотя бы изолинии. Вот таким образом строится карта из Апахит. И это первая часть нашей контрольной работы построения структурной карты кровли, построения структурной карты подошвы и карты из Апахит, карты равной толщины. Они все однотипные, вы их выполняете. И в следующем уроке мы с вами рассмотрим метод построения карты ВНК и карты эффективной несношенней толщины.